Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписаны, рекомендуем подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы разбираем особенности тех или иных моделей в б.у. виде, рассматривая их на подъемнике. Те из вас, кто давно смотрит наш канал, знают, что наша компания занимается продажей поддержанных автомобилей. Соответственно, автомобили свежие, которым год-два-три попадают в наши руки не так уж и часто. Но сегодня речь пойдет именно о таком автомобиле. К нам в руки попала Honda Fit, актуального последнего четвертого поколения в кузове GR. На его примере мы посмотрим, что такое современный малолитражный городской хэтчбэк для японского рынка. Встречайте! Honda Fit четвертого поколения в кузове GR дебютировала в 2019 году. Эта машина продолжает выпускаться и по сей день. В 2022-м ее несколько обновили. Что касается выбора линейки агрегатов, для японского рынка эти машины могли продаваться в одной из двух разновидностей. Чисто бензиновый, либо гибридный вариант. Под капотом бензиновых автомобилей располагался двигатель объемом 1,3 литра на 98 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором. У гибридных версий под капотом располагался двигатель объемом 1,5 литра на 98 лошадиных сил, но с ним в паре работал в том числе и тяговый двигатель на 80 кВт и 253 ньютона метра крутящего момента. Наш сегодняшний экземпляр 2020 года выпуска под капотом. Обычный бензиновый двигатель 1,3 литра вариатор и передний привод. Изрядно поменявший внешний облик фит четвертой генерации прибавил еще и в габаритных размерах. Длина автомобиля теперь составляет 3,99 метра, ширина 1,69 метра, а высота 1,51-1,56 метра в зависимости от модификации автомобиля. Колесная база этого хэтчбека 2,53, радиус разворота от 4,9 до 5,2 метра, опять же в зависимости от комплектации. Машина довольно легкая, снаряженная масса 1070 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, у этих автомобилей лакокраска довольно тонкая и разброс показаний толщиномера здесь лежит в диапазоне от 70 до где-то 120 микрон максимум. Что касается коррозии, говорить об этом на максимум 4-х летних машинах пока еще преждевременно. Выждем лет 5-7 и посмотрим, как будет развиваться ситуация. Обзор автомобиля по традиции начнем с багажного отделения. Доступ куда открывает очень широкая, чисто визуально, крышка багажника. Ширина проема по его средней части порядка 109 сантиметров, что очень даже неплохо для небольшого автомобиля. Длина багажного отделения по полу посредине, поскольку оно здесь не вполне квадратное, порядка 65 сантиметров. Ширина 1 метр ровно, это между арками. Ну и высота от пола до потолка около 86 сантиметров. Если вам нужен дополнительный объем для перевозки груза, вы можете сложить спинки задних сидений. И в этом случае получите практически ровный пол, хотя небольшая ступенька здесь все же будет присутствовать. В этом случае длина, которую вы можете позволить себе занять полезным грузом, будет порядка 149 сантиметров. Но будем считать, что полтора метра ровно с поправкой на возможность регулировать сидение. Если же вы протолкнете груз до самой приборной панели, то в данном случае сможете увести здесь нечто длиной порядка 2 метров 30 сантиметров точно. Так что в плане своих грузовых возможностей компактный хэтчбэк фит очень даже неплох. Что касается дополнительных удобств по багажнику, здесь на самом деле нет практически ничего, включая, например, и плафонов освещения тоже. Под полом у нас располагается формованная пенопластовая ниша, где размещается штатный инструмент, а именно отвертка, баллонник, вороток, буксировочная петля, герметик и компрессор. Никакой докатки здесь, естественно, не предусмотрено. Хотя, если убрать отсюда пенопластовая корыта, скорее всего, как минимум докатка сюда войдет. А то может быть, кстати, и полноразмерное колесо. Что касается интерьера четвертого фита, попадая сюда, замечаешь, что практически никакой преемственности с предыдущими поколениями тут не наблюдается. Интерьер полностью новый, очень на самом деле интересный, но при этом простой, скажем, минималистичный. Что касается удобства посадки, кресло очень удобное. Здесь хорошая боковая поддержка, причем не только на спинке, но и на самой подушке сидения. Что касается регулировок, естественно, они здесь механические, но диапазон регулировок очень даже неплохой. Если я при росте метра 86 сантиметров полностью отодвину сидение назад и опущу подушку до конца вниз, то моя левая нога вытягивается полностью, при этом распрямляясь в колени. И я не достаю до пола салона. Однако, более привычное ездовое положение в моем случае выглядело бы вот именно так. Что касается рулевой колонки, здесь есть регулировка как по вылету, так и по наклону. И, в принципе, диапазон ее также достаточный. Кстати, сам руль здесь очень интересный, двуспицевый. Я уже очень-очень давно не наблюдал подобных дизайнерских решений. Стоит также отметить и очень интересную, при этом информативную приборную панель, которая здесь полностью электронная. И чем-то навевает воспоминания о старинных автомобилях прошлого. Это выполнено в своего рода ретро-стиле. Но при этом вопросов по яркости приборки, читаемости, информативности на самом деле нет абсолютно никаких. Что касается органов управления. В данном случае подрулевые переключатели у нас расположены очень удобно. Тянуться к ним не приходится. Переключаются с хорошим усилием, без дешевых пластмассовых щелчков. Что касается удобства размещения локтей. Слева никакого подлокотника, конечно, здесь у нас нет. По крайней мере, в нашей комплектации под правую руку упор присутствует. Правда, я со своим ростом и регулировкой сидения им вряд ли воспользуюсь. Поскольку локоть у меня оказывается практически в средней стойке. Справа у нас пульт управления стеклоподъемниками. Водительское стекло имеет авторежим. Здесь же управление зеркалами. Все стандартно. С правой стороны у нас присутствуют клавиши задней противотуманной фары и системы стабилизации. Плюс корректор фар головного света. Справа от руля располагается кнопка запуска остановки двигателя. С левой стороны регулировка яркости панели приборов. Также выполненная в виде круглой клавиши качалки. По центру приборной панели у нас стандартная магнитола, которую в данном случае уже поменяли на андроидовский планшетный компьютер. Внизу кнопка аварийной сигнализации. А также довольно интересное решение. Блок управления системой отопления и вентиляции здесь реализован в виде трех крутилок, которые поворачиваются с приятным тактильным усилием и щелчками, которые обозначают поворот ручки на одну позицию. Очень удобно и регулировать все это дело можно на ощупь. Причем на дисплее сверху отображается индикация. При повороте ручки в сторону горячего воздуха мы видим нарастающее количество красных делений, а при повороте в сторону наоборот холодного нарастающее количество делений синих. Очень наглядно и довольно прикольно смотрится. Также в данном случае внизу в нашей комплектации две заглушки и 12-вольтовая розетка. Селектор коробки передач здесь традиционный, рядом с ним располагается клавиша включения-выключения электронного стояночного тормоза, отключение системы старт-стоп, включение экономичного режима и клавиша активации функции брейк-холд, то есть удержание автомобиля на месте без нажатой педали тормоза. В пробках очень полезная функция. Что касается подстаканников, бардачков и прочих мест для хранения. По бокам приборной панели в данном случае, как и на Хондах Фрид, располагаются два подстаканника. По средине никакого бокса нет, здесь есть только прорезиненная площадка типа полочки, куда можно положить, например, мобильный телефон или что-то подобное. Также полочка небольшая есть у нас по низу центральной консоли. Бардачков, собственно говоря, здесь два. Верхний очень небольшой по размеру и нижний бардачок основной тоже не очень большой по размеру, но сложенные вдвое листы А4 сюда, в принципе, поместятся. Что касается кармана, в дверях кармашки присутствуют, но они небольшой длины и передняя часть этого кармана отформована под хранение бутылочки. Зато по части обзорности здесь все просто великолепно. Во-первых, у этой машины довольно большие по площади боковые зеркала, большие для компактного хэтчбека. Видно в них абсолютно все. Второй момент. Передние стойки кузова в данном случае визуально очень узкие. Плюс дополнительные окошки абсолютно не ограничивают обзор. Сидя в этом автомобиле, создается впечатление нахождения, если не в аквариуме, то своего рода песочницы с низкими бортами. Кстати, линия бокового остекления здесь тоже довольно низкая. Само лобовое стекло отодвинуто от водителя максимально далеко. До него мы видим огромную площадь приборной панели. В целом, все это работает на создание ощущения простора у того, кто будет находиться в этом автомобиле спереди. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Что касается заднего дивана четвертого фита, попав сюда, первое, что успеваешь сделать, это удивиться паре моментов. Первый из них это то, что в компактном хэтчбеке заднее сидение расположено чуть ли не вдвое выше, чем переднее. Подобная посадка привычна на внедорожниках, но не на компактных городских автомобилях. Кстати, сидение, хоть и профилировано условно под двух седоков, хотя и не настолько явно выражен этот профиль, как на передних креслах, очень мягкое и удобное. Попадая сюда, сразу ощущаешь, что угол наклона спинки сидения относительно самой подушки в данном случае оптимальный, поскольку никакого напряжения ни в спине, нигде здесь не ощущаешь. Никаких дополнительных удобств для задних пассажиров в виде подлокотника в данном случае у нас нет, равно как и из подстаканников доступны только ниши внизу дверей, которые по сути представляют собой просто карман. Но есть пластиковый подлокотник на двери, причем довольно удобный. Ну и в плане запаса пространства я сижу сам за собой, рост метр восемьдесят шесть, потолка головой я не касаюсь близко, ну а колени в данном случае хоть и касаются спинки переднего сидения, но не упираются в нее. Так что в целом рассматривать этот автомобиль даже для дальних поездок в качестве заднего пассажира в принципе можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ресурс практически беспредельный, равный ресурсу самого мотора. Здесь два верхних распредвала, в отличие от предшественников более старых серий, но также нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Так что регулировать клапана вполне возможно придется где-то раз в пятьдесят тысяч километров пробега. Конечно присутствует система IFTEC, куда же без нее. Ну и по данному двигателю, помимо его надежности, стоит также отметить небольшой объем заливаемого сюда масла, всего 3,6 литра. Масло вязкостью 5,30. Так что на масляном сервисе вполне возможно будет сэкономить. Не в плане его чистоты. Менять масло крайне рекомендовано раз в семь-восемь тысяч километров пробега. А в плане опять же небольшого количества требуемого смазочного материала. Бензин 95, ну а ресурс этих силовых установок, заявленный производителем на уровне 250 тысяч километров пробега, скорее всего превысит этот порог у рачительных владельцев. Мотор при этом довольно-таки эластичный, экономичный, ну и можно сказать шустрый, поскольку 98 лошадиных сил для нетяжелого автомобиля это достаточно неплохо. Для городской эксплуатации хватит. Ну а что касается гибридных версий, такие тоже у этого автомобиля были, эти машины имели под капотом полуторалитровый двигатель серии LEB. Но нового поколения гибриды Honda именует теперь EHEV. И это уже далеко не старая схема с электромаховиком и вариатором, который мы могли наблюдать, например, на фитах второй генерации. А также нероботизированная КПП типа DSG с электромотором внутри, которые мы могли видеть на генерации третьей. В данном случае схема реализована более интересным образом. У гибридов фитов присутствует аккумулятор, есть блок управления мощностью PCU, практически инвертор, а также два электродвигателя. То есть гибридные фиты теперь могут ездить и чисто на электротяги. В городской эксплуатации, в принципе, это и есть основной режим движения. Во всяком случае, в пробочном цикле до 30 км в час машина едет чисто на электромоторе. От 30 до 80 бензиновый двигатель выступает в роли генератора, но по-прежнему не имеет связи с колесами. И только после 80 км в час, когда машина переходит на условно верхнюю передачу, включается в работу муфта прямого включения, которая выключает из работы электромоторы, напрямую соединяя двигатель с ведущими колесами. Схема эта крайне надежная и очень интересная с точки зрения расхода топлива. Да и про коробку передач вариаторного типа на чисто бензиновых машинах сказать что-то плохое в плане надежности вряд ли у кого-то повернется язык. Конструкция хондовских вариаторных трансмиссий давным-давно отработана. И это, пожалуй, одни из самых надежных трансмиссий подобного вида, если не считать Linear Tronic от Subaru. Ну и перед тем, как посмотреть, что представляет собой четвертый фит снизу, давайте поговорим про дорожный просвет. По каталогу клиренс этой модели 135 мм, если говорить про передний привод, и 150 мм, если речь идет про полноприводную модификацию. Вооружимся рулеткой и проверим, как обстоят дела на самом деле. Низшая точка до земли в данном случае это пластиковая защита моторного отсека. До нее 13 сантиметров. На той же высоте находятся и пластиковые брызговики, порядка 13-13,5 сантиметров. Причем речь идет как про брызговички маленькие перед колесом, так и про грязезащитный резиновый фартук под бампером. Сам бампер находится в данном случае повыше, до него порядка 18 сантиметров. Если говорить про задний край, за передним колесом до, опять же, пластикового брызговичка около 16 сантиметров. И до поддомкратника, соответственно, столько же. В задней части порога до брызговика 16, а до металлической части кузова 18 сантиметров. Ну и задний бампер отстоит от поверхности земли на 26 сантиметров, если говорить про его край. Причем чуть ниже этой отметки висит буксировочная петля, но сам пол кузова сзади выполнен со скосом, что позволяет вам парковаться на такой машине даже к высоким препятствиям задним ходом, не боясь зацепиться. Что касается ходовой части четвертого фита, то первое, что стоит отметить, прокатившись на таком автомобиле, ходовка здесь вряд ли стала мягче, чем это было на предыдущих поколениях. Она по-прежнему собранная и в целом вопросов не вызывает. Что касается конструктива, все очень традиционно для данного класса автомобилей. Передняя подвеска у нас, конечно же, типа Макферсон. Здесь шаровые опоры, которые запрессованы в передние рычаги, и, соответственно, при замене, по идее, по замыслу производителя, меняться они должны в сборе. Но, как водится, надеемся, производители дубликатных запчастей подоспеют и дадут нам возможность менять шаровые не в оригинале. Есть стабилизатор поперечной устойчивости, само собой, причем с очень длинными, в данном случае, стойками. Рулевая рейка, естественно, электрическая. Никаких гидравлических магистралей здесь нет. И, в принципе, это хорошо, поскольку такие узлы все же демонстрируют большую надежность. Ну, а если судить про ресурс компонентов подвески, основываясь на предыдущих поколениях фитов, то здесь все очень и очень даже хорошо в плане ходимости. По крайней мере, так должно быть в теории. Постепенно перемещаясь в сторону задней части автомобиля, отмечаем наличие здесь по всему днищу защиты, выполненной из материала на ощупь чем-то напоминающего прессованный ворс или что-то типа того. А под этой самой защитой, ближе к передней части кузова, скрывается 40-литровый топливный бак. Причем топливный бак на этих автомобилях имеет одинаковый объем, независимо от комплектации и двигателя. Что на бензиновых, что на гибридных машинах, объем топливного бака 40 литров. Задняя подвеска в любом случае будет зависимая, хотя и чуть-чуть визуально отличающаяся. У нас передний привод и, соответственно, сзади самая обычная балка. Два сайлинблока, втулки на амортизаторах и пружины. По большому счету выходить из строя здесь нечему. Единственный момент, здесь у нас электронный стояночный тормоз, соответственно, присутствуют его исполнительные механизмы, к которым, возможно, на очень больших пробегах могут возникнуть вопросы в плане обслуживания. А вот тормоза на этом автомобиле уже в круг дисковые, задние в том числе. Вряд ли можно было ожидать иного от автомобиля, которому всего три года, но никакого намека на ржавчину здесь нет абсолютно. Причем в данном случае нет его даже по элементам выхлопной системы. Таким мы увидели сегодня Honda Fit четвертого поколения в кузове GR с мотором 1.3 литра на 98 лошадей, вариаторной коробкой передач и передним приводом. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы уже проехали достаточно, и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, пропишите все это в комментариях. Ведь людям, которые задумались о покупке подобной машины, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода этого видео машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видеороликом. Звоните, пишите. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.